Сцена московской артисты Кудымкарские. Здесь готовят декорации для специального показа. На сцене театра имени Станиславского и Немировича Данченко выступят артисты театра Древней Пармы. Пять минут до начала, пока наши актеры заканчивают гримироваться, их выступления предваряют народные артисты России Евгений Миронов и Татьяна Догилева. На восьмом фестивале театров малых городов, традиционно проходившем в Лысьве, они присудили безусловную победу коми-пермятской труппе. Я увидела то, чему меня учили. Понимаете, когда выходишь на сцену, ты должна что-то сообщить зрителю. Я потрясена техникой нутрома и самоотдачей. Потрясена. Играют, потому что не могут не играть. Победитель фестиваля получил возможность представить московской публике свои лучшие постановки. Символично, что гастроли Коим-пермятского театра в столице приурочили к пятилетию Пермского края. Артисты представили зрителям постановку «Уйди, уйди» по пьесе современного драматурга Николая Калиды. Это трагикомичные, сами по себе ничем не примечательные сцены бытовой жизни, но сыгранные талантливо. Зал живо реагировал на каждую мизансцену. Среди зрителей был и губернатор Прикамья Олег Черкунов. По его словам, фестиваль театров малых городов, проходящий в нашем регионе, замечательное начинание, которое дает возможность открывать таланты в глубинке. Вдвойне замечательно, что это Коим-пермятский театр, поскольку для нас эта территория важна той национальной культурой, которую нам очень важно сохранить. По окончании спектакля артистов ждал сюрприз. Евгений Миронов пришел за кулисы лично поблагодарить актеров за хорошую игру. Мне так приятно с вами познакомиться. Во-первых, потому что вы какая-то уникальная актриса, и я просто не знал, что вы есть. В копилке Коим-пермятских актеров много наград, но такой успех даже несколько ошарашил, призналась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Мещангина. Сложно, сложно, потому что все равно зритель же другой, и все-таки для нас все равно подсознание сидит, что это Москва. Слушали хорошо, спасибо большое, что вот они вот слушали, это мы, нас это спасло и думали. Докатились до столицы. Артисты пообещали еще не раз удивить зрителей своей яркой игрой. Елена Закирова, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.